У меня вопрос... Смотрите, может появится. Нет, нет, нет. Это еще то у вас. У меня у всех нормально мы смотрим. Но я вот, видите, вас никогда не вижу. Игнатий Тихонович, вопросы. Давайте. Я люблю говорить о Библии, о Христе. Больше мне ничего не интересует. Ну и косвенные вопросы тоже по Библии. Вопросы про тысячелетнее царство. Повторите. Вопросы про тысячелетнее царство у меня. Так, слушаю. Вы вообще Абрама Фаста слышали? Абрама Фаста? Да, немец. Нет, не знаю. Я знаю все, какие толкования у них есть. Там Бакмелдер и других по тысячелетнему царству. Они друг у друга, как лжев пророки, воруют и все. Нет, нет, нет. Абрам Фаста, если бы вы захотели... Ну не знаю, Даша, что именно? В чем разница у него? То, что я говорю. Ну это ладно, я просто так... Они говорят, что воскресенье будет, а потом на земле будет тысячелетнее царство. А грешники не воскреснут. Так учат, да? А воскресенье? Первое воскресенье, это значит праведников. Праведники, а грешники останутся в могилах, да? Да, да, до второго воскресенья. А Господь говорит, жатва, говорит, кончина века. Оставьте расти плевелы и пшеница. Что дурить-то? Это явно пишут, говорят, антихристы. Ну 13 главу Матфея откройте. Я люблю Библию. Любишь Библию, так исполняй ее. Первое воскресенье. Да и надо разобраться, что такое первое воскресенье и первая смерть. Первая смерть это духовная, духовная. А в день, который вкусишь, умрешь смертью Христос. Но Адам-то не умер. Но Он умер духовно. И теперь стань спящий воскресней из мертвых. Осветит тебя Христос. Ефесянам 2.5. И нас, мертвых, по преступлениям воскресил. Где воскресил? Когда уверовали. Вот Лука, 15 глава, Евангелие от Луки. Сын мой был мертвый, ожил. Пропадал и нашелся. Ложил, ложил. Вот от первой смерти первое воскресенье. А от второй смерти телом второе воскресенье общее будет. Чуть честнее ясного. Это все перепутано в мозгах-то. Потому что люди не церковные. Оставьте Россию вместе. Господь говорит, нет, у нас на тысячу лет раньше. Ну как раньше-то, когда Господь говорит, оставьте. Но я прежде скажу выбрать плевел. А тут прежде пшеница. Ну явно, что кверх ногами все стоит. Это враги Божьи говорят так только. Если ты любишь Библию, ты ни одного слова не добавь. Так, реча Соломона, 30 глава, 5-6 стих. Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. А когда считаем откровение 21-27, говорит, ущас лжецом в озере Огненном. Ну что туда дорогу протаптывать-то? Игнатий Тихонович, я не понимаю, в чем противоречие. В том, что мертвое, которое на кладбище. Апостол Павел и Сталин и Ленин воскреснут в один день. Вот в чем. А тут сначала праведники, потом грешники. Библия-то так не учат. Нигде этого нет. Это выдумка сектантская. Заблуждение. Тут даже вообще доказывать не сего. Читайте Евангелие. Жатва, причина века, жатва, говорит. И оставьте расти до жатвы вместе. И я скажу, прежде соберите плевелы. А здесь прежде собирают пшеницу. Воскреснут праведники. Ну пшеница-то праведники, плевелы грешники. Тут толковать-то не надо. Это надо вообще уже никакие мозги иметь-то. И совесть сожженную. Против Евангелия воюют. И я христианин, люблю Библию. Да какой же ты христианин-то, когда Библию под ногами топчешь? Ни в коем случае. Ну вот я вам говорю, я конкретно говорю. Матфея, 13 глава. Вон хоть что-то записывать. Я говорю на ветер. Вы сейчас положите трубку и забыли. Вы записывайте. Матфея, 13 глава. Ну, давайте. У меня целая тома я рукой записал, чтобы знать, запомнить. А вы одну срочку боитесь. Игнатий Тихонович, вы очень быстро говорите. Ну хорошо. Матфея, Евангелие, 13 глава. 13 глава, стих какой? Вот. Матфея, Евангелие, 13 глава. Стих-то какой? Ну, мы сейчас, я вам скажу, какой стих надо. Я не думал, что вам нужен будет. Ну, хватит, Матфея. Ладно. Ну, давайте, пишите. Матфея, 13-39. Угу, хорошо все. Враг, посеявший их, есть дьявол. Это плевелы. Жатва есть кончина века. А жрецы ангелы. 39. Ну. И посему. Как собирает плевела, сожигает огнем, так будет при кончине века. Что тут непонятно, это я не пойму никак. Будет при кончине века всего. Пошлет сын человеческий. 41 стих. И соберут из царства его все соблазны, делающие беззаконие. И ввернутые в печь огнем, там будет плащ и скрежет зубов. Это кончина века. Но сначала грешников. А тогда, 43 стих. Праведники, воссияет, как солнце. Кто имеет уши, слышит, да слышит. Кто, наоборот, говорит, это глухие аспиды. Змеи. Что тут толковать-то? Одно. Возьмите 13 глава. Я вам показал, какой стих. Просчитайте сами. Оставьте Россию вместе. Не дергайте. Никаких царств не будет больше. Есть одно царство небесное. Которое является во Христе. И имеет жизнь вечную. Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную. А это и есть царство. А 40-30 стих прямо говорит. Тогда праведники воссияют. Тогда. Когда грешники будут брошены в огонь. А у вас сначала тысячелетнее царство. Первое воскресенье. Первое. На небо праведники вознесутся. Грешники тысячи лет еще будут жить, воевать. А потом в огонь. Да нет этого в Библии. А то выдумка сектантская. Скудаумие. Я вне церкви. А мне церкви там у систины-то нет. Мозги-то Бог сбекренил и все. Но Игнатий Тихович, есть же предпрямой текст. Блаженный свят, имеющий первое воскресенье. Да книга-то духовная. Вы еще толкете-то. Какое воскресенье? Вы куда этот стих-то делите? Есть же... Мозги-то. Когда воскресенье будет общее. Воскресенье общее. Первое воскресенье это духовное, когда человек уверовал. Это не телесное. Если вы обратились в Покайрис, вот это первое воскресенье. Сын блудный вернулся. Отец говорит, сын был мертв и ожил. Ожил это воскрес. Как он воскрес? Вернулся к отцу. Вот это блаженный свят, имеющий участие в воскресенье первым. А от чего воскресят? От первой смерти, в которой Адам умер от непослушания. В Адаме все умирают, написано. А во Христе все оживут. Хорошо, ладно. Второй вопрос. Это понятно. Нет, этот вопрос вы сначала давайте до конца. Вы верите, что будет общее воскресенье? Что? Какое общее воскресенье? Ну, вообще будет воскресенье, конечно. Нет, вы не лукавьте. Я говорю, общее для всех, для праведников, для грешников. Вы это верите? Никакого не будет первого воскресенья тела. Оно одновременно с грешниками. А первое воскресенье это душ касается, уверования. Нам прыгать не надо. Зачем нам бегать до гоняшки-то? Вы сначала добейте вот этот вопрос, что вы заблуждаетесь. Принесите покаяние, и тогда будет дальше разговор. У меня нет времени зря это, в болтологии-то заниматься. Я даю вам чистое знание. Давайте, считаем снова. Матфея 13,39. Жатва есть кончина века. Вы в это верите? Ну, конечно. Дальше. Враг посеявший есть дьявол. Ну. Посему, как собирает плевелы. Плевелы это грешники. Огнем сожигает. Так будет при кончине века всего вот этого. Верите, что это будет при кончине века? Я не знаю, о чем думаете, когда тут ясно написано. Тут никакой прищи-то нету. Как собирает плевелы, огнем сжигает, так будет при кончине века всего. Сороковый стих. Вы-то верите? Ну и вот и все. Это и есть упрямство, упорство. Нет. Ну, судя по всему, есть, кстати, Матфей 25 глава. Давайте открывайте, открывайте 25 главу. Давайте. Я согласен с вами. Там Козлов. Давайте, открывайте. Сейчас мы козлов все найдем, поставим на место козлов. Мы их не боимся, козлов этих. А я знаю, есть такое. Козлов. Ну, давай. Считайте. 31 стих. Когда же приедет Сын Человеческий во славе своей, и все святые ангелы с ним тогда сядут на престоле славе своей? Вы верите, что это кончина века? Ну, естественно, конечно. Все, договорились, назад не возвращаемся. И соберутся перед ним все народы. И отделят одних, а других вот тогда отделят, а не за тысячу лет раньше-то. Что вы дурите-то? И отделят. Уже кончина века отделят. Он только тут отделяет, не за тысячу лет. Какое первое воскресенье-то? Это надо быть слепым и глухим. Как пастер отделяет ответственность, как козлов. И поставит овес по правой сторону, козлов по левой. Когда поставит? На суде Божьем. А вы за тысячу лет раньше поставили. Какое первое воскресенье-то? Блаженный святый, имеющий участие в воскресенье первым. То есть, кто уверовал во Христа, воскрес при жизни земной. Сын был мертвый, а жил. У вас Библия-то в руках не держит, она вся разваленная. Одно место схватили, первое воскресенье, но ясно, что не сходится. Как маленькие ребятишки, главное, играют в Библии. И дальше? Тогда царь скажет тем, которые по правую сторону, придите, благословенные. Когда он скажет тем, которые праведные? Не за тысячу лет раньше, в воскресенье первым, а скажет на суде Божьем. Это надо быть каким? Совсем уже богохульником, чтобы, слава Божьей, так топтать. Мы в это, придите, благословенные, вот он когда скажет, а не за тысячу лет раньше. Вот это все баптистское учение, вот гнильем этим покрыто. Что ни возьми, везде все неправильно толкование. В церкви нету, а я спасаюсь. Я уверовал. Бритое яйцо. Хорошо, это... Тогда скажется тем, которые по правую сторону. Тогда, тогда, когда. А когда сядет, когда ангелы, когда огонь уже горит. Тогда скажет-то, не за тысячу лет раньше. С этим согласны? Все. Тупик. Но можно... Сокаяния-то Бог не дает. Да любой верующий сказал бы, заблуждался, прости Господи. А вот уперлись, явно, что уже понятно все. Нет? Вы боитесь глаза открыть на истину? Это общее сектантское состояние. Вы на исповедь-то не ходите, священников-то нету. Вы упорные, как козлы. По левой стороне стоите там. Господь говорит верным своим. А какие вы верные, когда вы Писание-то все извращаете? Тогда скажет им, тогда, тогда. Трисчерстый стих. Благословенное. Наследуйте царство. А вы царство их за тысячу лет раньше отправили. Ну? Расскажешься или нет? Заблуждение в своем. Если покаяния нет, нам больше встречаться не надо. Время просто не отнимайте у меня. Ладно, я... Второй вопрос. Второй вопрос. Мы дальше не пойдем, пока вы не будете. У нас так не принято беседовать. Второй вопрос. В чем мы, козлы прыгать по горам? Вы верите в это, что отделят на суде Божьем, а не за тысячу лет раньше? Вы пока оставьте это чай-то. Вы в это верите, что вместе воскреснут праведники, грешники, и Господь отделит их на суде Божьем не за тысячу лет раньше? Можно вопрос? Скажите сейчас о чем. Вопрос, можно? Да можно, скажите, о чем думаете? Когда тут прямым текстом написано, о чем думаете, я не пойму. Вы вставили. А? Слово я хочу вставить. Ну давайте вставляйте. Я, вот то, что вы меня вывели на это, я об этом, я не первый раз об этом думал. Вы думаете, я первый раз это? Я читал, много читал. И у баптистов они склоняются к тому, что церковь это одно. А ведь сколько на протяжении тысячелетий жили люди, которые не знали Христа? Или элементарно у них не было? Вам не надо выдумать, тут написано верное. Зачем разделять? Это у баптистов тогда свои слова. Написано, праведников отделят. Не нам решать, кто праведник. Но главное, что праведники воскреснут в последний день. И он их отделит. Вот баптисты думают, разделяют. Что разделяют? Там одна дурнина. Когда прямым текстом написано. Тогда, 34 стих. Тогда, скажет. Не раньше. И в руках устроились Библии в руках. Как, говорит, шут с бубенчиками на эстраде. Бринщиты ничего нету. Тогда, скажет царь. Вот учение православной церкви. Ча и воскресенье мертвых. Одновременно воскреснут. До суда Божия, до архангельской трубы. И тогда при архангельской трубе все восстанут. Павел говорит об этом. Тогда. Об этом Ев говорит. Об этом все пророки говорят. А вы пристали к этому лжеучению. И теперь вы выдраться не можете. Вам раскаиваться надо. Тогда, скажет царь. Когда? Суд Божий впереди. Говорит. Тогда сядет он. И все народы восстанут. И народ делит козлов. Отделить-то от козлов. А вес-то когда? На суде Божьем. А у боптицев за тысячу лет раньше. А в каждом годе 365 дней. А они ошиблись 365 тысяч дней. Маленько. Ладно. Вы в хронологию верите? В хронологию? Зачем верить? Она есть. Мы знаем какой год идет. До Христа 5508. И сейчас 2014. Число 666 будет ставиться до того, как сатану сковали? Или после? После. Когда он будет раскован на 3,5 года. Когда он освобожден будет. Но незримая печать ставится от первого человека Адама. А когда уже вот этот 666, это будет 3,5 года. 42 месяца. Это евреи с колена данного. У церкви это толкование с первого месяца ее существования. Игнатий Тихонович, но ведь по хронологии именно 666 будет ставить антихрист. До того, как сатану скуют. До того. Я вам сейчас объяснил. Вы мимо пропустили. Антихрист. Большой буквы давайте назовем. Это один, который над всем миром. А теперь апостол Иоанн говорит, кто антихристы? Появилось много антихристов. Наконец. Что, он один антихрист? Антихристы. Каин антихрист. А Авель святой. Маленькая буква антихрист. Грешник. Он против Христа. Не, ну это понятно. Но будет еще человек греха, который вот... Я вам ответил. 42 месяца. Три с половиной года. В Иерусалимском храме он сядет. И будет царствовать над каждым языком, народом и племенем. И будет ставить печати. Не продать, не купить, кто не имеет печати. Это три с половиной года будет. Это реально будет. Да, это реальный антихрист будет. То есть, антихристов-то много будет, но вот такой самый главный антихрист, он будет. Один раз, перед кончиной мира. Да, но ведь это все написано перед... Перед, как его... Перед тем, как сатану сковали. Перед. То есть, еще сатану... Он будет развязан на малое время. Вот на малое время три с половиной года. А на сколько? Данил говорит, времени, времен и полвремени. Времени это год, времен два и полвремени полгода. Это Данил сказал еще. Три с половиной года. Блин, по любой хронологии понятно, что три шестерки ставится до того, как... Ну все, я вам сказал, я вам спорить-то не буду. Я сказал, вы не приняли. Ясно, что мозги, говорится, запудрили вам. Когда прямо говорится об этом, тогда скажет. И он убьет духом у своих антихристов. Он убьет его, не до. И будет развязан на малое время. Вы считали, какое малое время? Три с половиной года. Но ради избранных дни те сократятся. Дни гонений, дни скорби великой. Да косить церковь на небе. Каких избранных-то? Откуда они взялись-то? Но и ради избранных дни те сократятся. Ясно, что они на земле. Это сатана придумал такое баптистское толкование. Оно не божье. Они обольщают людей. Церковь будет восхищена. А он придет, церковь на земле. Они не готовы. Вот в чем беда-то. Они людей-то не готовят к встрече антихриста. Они спасенные, говорят, уже на облаках сидят. Так, вы в это верите, что я сказал, или нет? Это слова Иоанна Богослова. Не мои слова. Наверное, я не имел права спать с вами в эти разговоры. Ну да. Это вы сами говорите, или кто-то за вас говорит? Нет, это я просто читал, что и баптисты, они не советуют человеку мало подготовленным выступать. Вот они заблокировали. А мы, наоборот, советуем. У нас кончится богослужение, идут к баптистам, к адвентистам. Мы их никого не боимся. Они как мошкара разлетаются. У них нет истины-то. Я вот сколько был... Сколько людей пришло из баптистов, стали православными батюшками. В моем доме только. Самое знающее. Нынче у меня пишут то пресс-витератор, руководители сектантов, то заочно только по интернету пришли, стали верующими православными. Оставили свои бредни пьяных старух. Враг, посеявший их, есть дьявол. Вот это в мозге дьявол насеял. Я не имел права... Где это написано такое? Когда написано, всякому требующему вас отчета. Дать ответ. С кротностью благоговорить. Всякому требующему. 1 Петра 3.15 Я даже не требовал. Вы сами вышли. А вас кто-то спросит. Вы обязаны ответить. Они так вам сказали. А вы ни кем не разговариваете. Это попы так учат. А сектанты у них переняли. Вы перед каждым должны отвечать смело и свободно. Воскресенье одновременно будет. Никаких первых воскресенья не будет. Первое это духовное воскресенье. Потому что книга откровения духовная. Она по-духовному толкуется. Был я день воскресный в духе. Вы еще забыли там, что в начале-то написано. С первого по восьмой стих. Просчитайте. Я вам не нужен. Не, ну а почему? Вот вопрос. Я вам не нужен. Потому что истина к вам не пристает. А что баптисты сказали, вы это держите. Нам зачем беседу? Я вам ответил все, что есть. Подождите, подождите. Ну как же так? По хронологии вы нарушаете... По хронологии написано, что три шестерки будут даваться до того, как сатана будет связано. Где вы это нашли? Покажите хронологии. И это до того. Покажите хоть одно место Библии-то. Да нет этого нигде. Это бредни. Вы совсем не Библию в руках не держите-то. Любой, кто придет, вы ему скажите, покажите, где это будет до. Но он его убьет явлением уст своих истребит, написано. Сатану истребит. Сатана будет вот эти 666 перед самым пришествием Христа вплотную. А у вас до все перепутано. Так. На этом разговор закончен. Ну ладно. Вы больше не звоните. У меня времени нет. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok